Код функции roots предыдущего слайда содержит дважды повторяющееся подворожение, а именно корень из дискриминанта квадратного уравнения. Хотелось бы избавиться от такого дублирования. Для этого нам нужно каким-то образом связывать подворожение с каким-то именем и дальше использовать вместо этого подворожения локально определенное имя. В Haskell существует конструкция, которая позволяет делать это. Такая конструкция называется выражение let in. Давайте посмотрим, как это работает на примере. Перед вами вторая версия функции roots, функция root штрих, которая использует конструкцию let in для ликвидации повторяющихся подворожений. Посмотрим, как устроена конструкция let in. Она состоит из двух частей. Первая часть после ключевого слова let описывает локальные связывания. Здесь некоторое выражение связывается с некоторой переменной. Эта переменная может использоваться во второй части выражения let in в части in. Здесь оно используется в двух местах, там, где раньше у нас стояло целое подворожение. Таким образом, конструкция let in позволяет избавиться от избыточного дублирования, задавая это самое локальное связывание. Последняя часть является определяющим. Она задает тип всего выражения let in и его значения. Ну, давайте приведем простой пример выражения let in. Напишем, выражение let x равняется, ну, скажем, истины in. Давайте возьмем некоторую пару. Например, true и x. Таким образом, у нас получилась пара из двух значений булевого типа. Если мы нажмем enter, интерпретатор вернет нам значение всего этого выражения. А значение всего этого выражения, как уже говорилось, определяется частью in. Часть let носит вспомогательную роль. Она описывает лишь некоторые переменные, которые мы можем использовать в правой части этого выражения. Выражение let in может задавать сразу несколько связываний. Давайте посмотрим на следующий пример. Здесь у меня в выражении let задано три связывания. Я, во-первых, связываю квадратный корень с переменной d. Дальше я вычисляю корни квадратного уравнения, использую стандартную формулу, и связываю их переменными x1 и x2. Как видите, мы используем выражение d, одно из предыдущих связываний, в последующих связываниях. Более того, порядок связываний не важен. Мы могли бы связывать их в каком угодно порядке. Мы бы даже могли осуществлять взаимно рекурсивные вызовы. Правда, здесь бы у нас возникла некоторая проблема с завершаемостью этой рекурсии. Однако синтаксис Haskell не запрещает организовывать подобного рода конструкции. Выражение in теперь выглядит очень просто. Фактически здесь используются те самые x1 и x2, корни квадратного уравнения, которые были связаны в предыдущей строке. В Haskell очень часто многие объявления могут заключаться в фигурные скобки и разделяться точкой с запятой. Однако на самом деле более удобен эквивалентный синтаксис с отступами, когда связываемое выражение организовано с помощью правила отступов. Следующая версия функции roots, roots три штриха, как раз организована таким образом. Здесь вместо фигурных скобок и точек с запятой мы используем отступы внутри конструкции letIn. Такой синтаксис тоже допустим. Здесь мы сделали еще одно связывание для еще одного повторяющегося выражения, а именно 2 умножить на а. Мы обозвали его atWise. Обычно конструкция letIn со многими связываниями записывается именно в таком синтаксисе. Ну, в тех редких случаях, когда нам нужно уложиться в строчку, например, внутри GHCI, используется синтаксис со скобками и точкой с запятой. Важное требование, которое здесь должно быть обеспечено, заключается в том, что локальные связывания должны иметь один и тот же отступ. Если мы сделаем отступ меньше, мы получим ошибку. Если мы сделаем отступ больше, мы тоже получим сообщение об ошибке, потому что если бы я вот здесь, скажем, сделал отступ, то тогда переменная d рассматривается как продолжение вот этого вот объявления, а не как новое объявление. Отступ у всех локальных связываний должен быть один и тот же. Продолжение следует...